Каб открыть больничную, оботримать консультацию урача, Жихра микрорайона Вишневец доводится ездить в поликлинику за некоторых кварталов. На то, чтобы на улице разморозить, различают уже и новые микрорайоны Ольшанка. Местовых так само текает слез социальных долгобуда. Ждем очень давно, и ребенок ждет, мимо проходит, всегда говорит, очень хочу, чтобы близко было прийти, и чтобы не стоять в очереди, и не ехать далеко, очень хотим, чтобы уже открылось, и хотелось бы, чтобы было побыстрее. Приходится ходить в третью поликлинику, там всегда очереди, всегда талонов нет. А кроме талонов, нема и грошей. Обмежевание финансовых сродков стало главной причиной исполнения угодовництва объекта и перетворения его у Долгобуд. Мы будем просить и настаивать, чтобы это включили в институтную программу, потому что объект высокой степени готовности, и его надо завершать. А кроме включения инвест-программы, финансовая допомога может быть оказана и Министерству Махов и Здоровья. У приватности разглядается махчимость передачи необходимых обстреливаний у Гродно при подтримке профильных министерства. Додадим, что до узведения объекта приступили еще в 2013 году. Однако завершить работы на сегодняшний день городу не удается. Когда все же это справа сружится с места, с полегкой вздыхнут 25 тысяч жихаров у Гродноских шмат поверховиков. А новые места працы отрымают десятки медработников. Она строилась совместно, как развелся микрорайон Вишневец. И именно в то время она должна была и построена быть. То есть планировали так именно для того, чтобы обеспечить жителей медицинским обслуживанием именно этот период. Как долго пытание застанется открытым, пока не вядомо. Каливеры тебя ценят пеших пациентов медустановок приме в наступном годе. Во усилекем выпадку у Гродноцы на это вельми сподяются.